Медитус Панов на площадке региональной службы коммуникации рассказал, как развивается Есельский район. Акима отдельно остановился на каждой сфере, не обошел стороной и промышленность. В сфере промышленности работают производство подобычей щебня. Это в селах Карага и Урник. На сегодняшний день карьеры работают, где их продукция, строительный щебень, реализуется по нашей области. В сфере строительства дорог, строительства домов. Еще есть Аули Голдмайнинг, который тоже на сегодняшний день работает. В ближайшее время ведется еще исследование по запасам предприятий. В ближайшие 2-3 года объемы работы не охвачены. Обеспечена она и рабочей силой, чего нельзя сказать о других предприятиях Есельского района, отметил Медитус Панов. В новом году создали 260 рабочих мест. Свободных вакансий очень много, было бы желание работать. В районе ощущается острая нехватка механизаторов, агрономов, ветеринаров и бухгалтеров. Эти, казалось бы, популярные на селе профессии в районе не очень востребованы. Отчасти потому, что кто-то предпочитает работать на себя. Такой выбор в Есельском районе сделали почти 850 человек. Гораздо острее, чем нехватка кадров, стоит вопрос водоснабжения сел. Если у нас в районе 53 населенных пункта, из них сегодня только 19 сел обеспечены групповым водопроводом. В остальных селах у нас вода получается через локальную систему водоснабжения и скважин. В селе Елинке в 2021 году, если мы провели работу по разводящим сетям, то в этом году выделены с области бюджетные средства, где мы восстанавливаем резервуар чистой воды и с дальнейшим подключением внутриразводящих сетей. Начали этой недели Акимат Есельского района заключил договор с профильной компанией на сумму 60 миллионов тенге, чтобы разработать проектно-сметную документацию, построить водопроводы от воды к 13 селам. В них живут больше 6 тысяч человек. Кроме того, продолжаются конкурсные процедуры по реализации проекта по строительству сетей водоснабжения в селе Булак. Его стоимость 837 миллионов тенге. Конкурсы и разработка ПСД – это, конечно, хорошо, но сельчанам нужен реальный результат. Такой же, как с дорогами, например. В 2021 в Есельском районе восстановили больше 26 километров асфальтного полотна. Средний ремонт внутрипоселковых дорог провели в четырех селах. В этом году к ним добавятся еще два населенных пункта. Для сельчан это большая радость, как и для тех, для кого Есельский район стал вторым домом совсем недавно. В прошлом году туда из трудоизбыточных регионов страны переселились 67 семей, а в 2022 переедут еще 58. Дарья Пашминцева, МТРК.